Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают её к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребёнку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдёте научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском, 88 и МОПРО-7. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Открывашка». Мальчики и девочки. И сегодня у нас довольно интересная тема. Мы будем говорить об осени. А если быть точнее, о том, как этот период года вдохновляет художников, которые переносят все краски и оттенки этого времени года на холст. Сегодня со мной мои соведущие. Это Алина. Алина, пожалуйста, поздоровайся. Всем здравствуйте. И Володя. Доброе утро. Всем доброе утро, ребят. Всем хорошего настроения. Надеюсь, что все проснулись сегодня в хорошем расположении духа. А также наши уважаемые гости. Это Анна Владимировна Шакина, директор Вятского художественного музея имени Васнецовых. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здорово, что все мы сегодня здесь собрались. Вот в анонсе программы «Открывашка» у нас звучало упоминание о том, что осень была самым любимым временем года великого Александра Сергеевича Пушкина. Многих художников. Многих художников, да, и мы уверены в этом. Сегодня будем делать очень много открытий. Будет очень интересно. Так что держите ушки на макушке, как говорится. 211-101 номер нашего телефона. У нас сегодня масса вопросов и масса великолепных подарков. Да? Сегодня за них отвечает у нас Алина. Книжки замечательные перед ней разложены. Список призов есть. Чуть позже она озвучит это все. Но перед этим надо нам, так сказать, войти в тему. Да, Софья? Входим в тему. Перед тобой лежат замечательные репродукции. И мы уже настроились на нужную волну. Осеннюю. Золотую. Сегодня мы будем разговаривать о том, как этот период года вдохновлял, ну и не только этот, вдохновлял художников. А если быть точнее, о пейзажах. Вот, скажите мне, пожалуйста, Анна Владимировна, можно к такому обращаться? Вот. Вот. Зачем вы тут вот все собрались? О чем вы будете нам рассказывать? Знаете, мне бы хотелось рассказать о жанре изобразительного искусства, о пейзаже. О том, что пейзаж во все времена вдохновлял художников, поэтов, писателей. Красота природы получила отражение и в поэмах, и в прозаических произведениях, ну и, конечно же, в произведениях искусства, в картинах, которые чаще всего у нас хранятся в художественных музеях. И в Ядских художественных музеях не исключение этому. У нас хранятся великолепные пейзажи художников разного времени, разного периода, посвященные разным временам года, даже разным состояниям природы. Потому что пейзаж, ведь он делится... Вообще, пейзаж в переводе французского «страна-местность» переводится. И бывает... «Страна-местность», да. Растор, можно и так сказать, я думаю, да? Поэтому художники во все времена наблюдали за природой и старались передать её оттенки, передать её настроение. И известно, что пейзаж получил своё широкое распространение в эпоху Возрождения. Но это был не самостоятельный жанр. Очень многие художники изображали портреты людей на фоне природы. Пример тому всем нам известное произведение Леонардо да Винчи «Джакондо». На заднем фоне этой картины идёт очень красивый романтический пейзаж. Первоначальные пейзажи были сочинённые, выдуманные. А уже позже художники непосредственно вышли на природу, на пленэр и стали писать то, что видели. И старались это делать очень быстро, потому что природа изменчива её состояние. Мы с вами сами знаем, что восход — это считанные часы. Чтобы отразить, чтобы передать красоту, это надо было сделать быстро. И такой пейзаж, написанный с натуры или пейзаж этёт, получил своё распространение в XIX веке, в конце XIX – начале XX века. И художников таких стали называть импрессионисты. Ну а у нас в музее действительно очень много пейзажев. И яркие представители русской школы пейзажа — это Исаак Ильич, Левитан, Константин Коровин, Айвазовский, Фёдор Васильев, Иван Иванович Шишкин, ну и многие другие. Может, Алина, ты продолжишь перечислять имена известных пейзажистов? Ну, может, я задашь вопросик. Каких ты ещё знаешь? Я знаю Поленова. Поленова, да, всё верно, да. На самом деле список очень обширный, да, известных пейзажистов. Но мы знаем, что у тебя вопросы сегодня связаны будут с этим тоже. Может быть, зададим вопрос? Да, я предлагаю задать. 211-101, уважаемые ребята, Малина задаёт вопрос. Ага. Слово пейзаж — французское слово. А по-русски что это обозначает? Это уже на внимательность, так скажем. Мы сразу же начинаем, так сказать, закреплять услышанный материал. 211-101, мы уже это проговорили. Вопрос для внимательных. Да, да. Ну а теперь, разумеется, нужно... Огласить презент. Огласить, презентовать весь список подарков, которые у нас сегодня есть. Давай, Алина. У нас есть книги. Энциклопедия «Легковые автомобили» для читателей от 6 лет. Энциклопедия «Древняя Греция» для ребят от 6 лет. Энциклопедия «Чудеса и загадки России» для ребят от 6 лет. Холли Веппедия «Мечта Эмили» для читателей от 12 лет. Эдуард Веркин «Настоящее приключение. Планета чудовищ» 12+. Александр Раскин «Как папа был маленьким», а читатель для 6 лет. И билеты дальше, да? У нас есть приглашение на двоих в выставочный зал Вятского художественного музея имени братьев Воснецовых «Дорога домой», приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба», приглашение на двоих в кота-кафе «Зуки», приглашение на двоих в батутный клуб. Ты все, да? Да. Я еще заметила, что у нас вот две книжки есть в студии. Это вот «Сью Бентли», это «Волшебный щенок или чудеса с превращением», я так помню, это 6+, ну, такая красочная розовая книжка, скорее всего, для девочек. И «Куда улетают самолеты» 12+, такие книжки, которые не вписаны у нас, ну, в список. Нет в списке, да, не озвучили сейчас. Типа «Скрытые призы». А «Куда улетают самолеты» это, скорее, наверное, для мальчиков. Да, мне кажется, для всех. И для всех. Ну, хотя тоже, да, я соглашусь с тобой. Среди девочек, наверное, тоже много тех, кто мечтает о полетах. Стюардесса — это же такая чисто женская профессия, да, считается. Хорошо, у нас есть звонок. Да, Алин, принимай, раз ты задавала вопрос. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Аня. Сколько тебе лет? Мне 12. В какой школе ты учишься? Я учусь в художественном технологическом лицее. Изучаешь ли ты французский язык? Что? Французский язык изучаешь? Нет, я не изучаю его, я изучаю английский. Ты просто очень внимательно слушала начало нашей программы, да? Да, я пораньше включила. Отлично, молодец. Ну и слушаем ответ. Это местность, простор. Местность, простор. Ну тут можно много еще подбирать слов, которые подходят. Я понимаю, ты у нас не в первый раз, да? Я тебя уже слышала. Да. Вот. Ты ответила совершенно верно, да, Вить? Да. И мы тебе с удовольствием вручаем приз. Ты что-то уже подметила, наверное, да? А я хочу книгу там «Россия», энциклопедию там. Помогай, что у нас связано с Россией, еще раз повтори. Энциклопедия «Чудеса и загадки России»? Да. Да, отлично. Отличный выбор про нашу огромную страну с ее множеством интересных моментов, тайн, истории и так далее. Тебе достается эта великолепная книжка. Вот мы сейчас смотрим на нее и прям тебе завидуем, что именно ты стала обладательницей этого замечательного Мы тебя передаем в руки нашего ответственного редактора. Пообщайся с ним еще, пожалуйста. Ну что, продолжаем. Алина, задавай вопросы нашей гости. Ну, что угодно. Даже не знаю, что задать. Я бы спросил, знаешь, про что? А вот самые-самые ценные, возможно, картины в хранилищах Вятского художественного музея, вот именно пейзажи, самые ценные, возможно, самые старинные, хочется знать. Что это за работа, Анна Банимировна? Ну, самые старинные пейзажи, это, конечно, пейзажи 18 века. Вообще, надо сказать о том, что... 18 века? 18 века. Хотя мы говорили чуть раньше о том, что распространение наибольшее уже в 19-м получилось, да? Да, но это с натурой. Мы говорили, да, этюд, непосредственно написанный с натуры. Фантастические там, в 18-м, да, вроде бы? Нет, это сочиненные пейзажи. Пейзажи написаны по памяти и представлению. То есть не с натуры, не какое-то конкретное место написано, а некий собирательный образ природы. То есть такого могло бы и как бы не существовать в конкретном месте. Это как бы кусочки различные в памяти художника, которые он собирал воедино. И считал, что этот пейзаж придуманный, это пейзаж, который имеет право на существование, некий такой, вот знаете, идеальный пейзаж. Вообще, мне хочется сказать о том, что, конечно же, все картины в нашем музее, как и в любом музее, наверное, любой директор скажет, это бесценные картины. И для меня, как искусствоведа, наверное, есть любимые картины, есть любимые пейзажи. И вот один из таких пейзажей, наверное, пейзаж художника Ивана Константиновича Айвазовского «Корабли на бушующем море». Вообще, в зависимости от того, что изображено на картине, пейзаж может быть городским, может быть сельским. А вот морской пейзаж носит название, называется женским именем «Марина». И как раз Иван Константинович Айвазовский яркий представитель в русском искусстве морского пейзажа «Марины». Пришел в гости, решил блеснуть знанием. А что это у вас тут Марина на стене висит, да? Какая Марина? Какая Марина, да, что нарисована? Марина, это же морская тематика. Вот у меня тоже есть вопрос к нашей дорогой гости. Смотрите, я слышала такую фразу, которую очень часто говорят у меня в школе, что, ну вот у меня тоже есть там ценители искусства, они очень любят ходить по музеям. И они говорят, сейчас люди могут оценить картины только по рыночной стоимости. Вот скажите, были ли у вас такие случаи, когда приходят и говорят, а я бы дал за эту картину столько-то, столько-то, не слышали? Нет, к нам все-таки приходят, мне кажется... Сейчас очень щекотливые вопросы задеваешь. Просвещенные люди, они все-таки понимают, что все картины, опять же, бесценны, и не оценивают по мастерству исполнения, по настроению, которое передал художник. Там есть разные техники. Например, в XVIII-XIX веке писали тонкой техникой, лессировкой, нанося красочное слово один за другим. Давай ему просохнуть. Наложение такое, да? Да, да, да. А уже в конце XIX, начале XX века, как я уже сказала, вышли на природу и стали писать мазками. Как раз художники-импрессионисты это делали ярким представителем русского импрессионизма в России. Был Константин Коровин, чьи работы также есть в нашем художественном музее. Но я хочу сказать о том, что рыночная стоимость определяется стоимость продажи на аукционе. Если мы зашли в такую тему. Единственный художник, опять же, чью стоимость картины оценивается по квадратному сантиметру, это как раз Иван Константинович Ивазов. А почему именно такой подход? А вот это уже надо спросить, наверное, у тех людей, которые участвуют в продаже картин, работают на аукционах. Вот это единственный русский художник, который определяется. Вот такая площадь картины, такая-то цена. Давайте следующий вопрос слушателям зададим. 211, 101. Алина, сейчас тоже на внимательность, я полагаю, будет вопрос. Да? Или нет? Нет. Хорошо, слушай. Как называется небольшой, но устойчивый период ранней осени, когда стоит теплая и сухая погода? Которую, наверное, любили изображать художники. Да, безусловно. И это название, я так полагаю, из двух слов состоит. Да? Подскажу. 211, 101. Уважаемые ребята, ранняя осень сухая, теплая, без дождей. Пожалуйста, варианты ваши высказывайте. Ну, мы полагаем, что тут особо-то гадать не стоит. Вот буквально недавно был такой период, да? Вы его называли? Да, очень хороший. Да? Пожалуйста, звоните, 211, 101. И уж если мы зашли в тему осени, да? Как она вдохновляла художников. Вот у нас тут, кто может видеть, да? Обязательно на видеозаписи появится, да, конечно. Вот у нас тут находится несколько представителей таких, как это называется, интерпретаций? Примеров, примеров, пейзажей, да. Пейзажей. Вот расскажите немножко, вот яркая такая картина, знаете? Это картина художника, который жил и работал в 20 веке во второй половине. Это Александр Крицай. Художник, который выходил на природу. Он очень любил то состояние природы, про которое сейчас задали вопрос. Когда тепло, когда солнышко освещает, золотистую листво на деревьях, когда красиво. Вот как раз березы там изображены, деревенские дома. Да, да, как раз скошенные поля. Вот это удивительное чувство как раз и передал Александр Крицай в своей работе. Да, это в частности сельский пейзаж, да, не городской. Простите, уточню, он и не живущий художник? Нет, уже ушел из жизни, да? Вот, у нас сейчас есть звонок. Один из известных пейзажистов отечественных 20 века. Да, да, да. У нас есть звонок. Принимай. Привет. Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 9 лет, я учусь в 10-й школе. Привет, Витя. Я тебя уже слышала тут, да, ты у нас не первый раз? Неоднократно, да. Неоднократно, ты уже такой частый слушатель. Давай, отвечай на вопрос. Бабье лето. Бабье лето. Правильно ответил Витя? Да. Витя, а ты знаешь, что есть так называемые малые бабье лето, а есть большое бабье лето? Принято разграничивать еще. Нет, не знаю. А вот мы советуем тебе заглянуть и почитать поподробнее. Может, узнаешь что-то новое для себя. Нет, действительно пишут о том, что малые, большие бабье лето есть. Они причем как-то еще разорваны немножко по времени. Сначала малые бабье лето. Потом зима резко, а потом снова большое бабье лето. Ты молодец. Да, молодец. Спасибо большое. А ты рисуешь, кстати? Мы тебя ни разу еще не спрашивали. Да, рисую. Что ты любишь рисовать? Я вот люблю рисовать раскраски под музыку. О, раскраски под музыку. А под какую музыку? Ну, под всякие разные, но больше всего под веселую. Под веселую? Под веселую. Витя, если бы ты сейчас сказал, что под классическую, например, под Шопена, мы бы тут, наверное, все... Все разыгрывали. О, боже. Да. Хорошо, Витя, что ты выбираешь? У вас есть билеты в цирк? Билеты в цирк? Билеты в цирк нету. К сожалению, не разыгрываем. Зато можем билеты в кинотеатр тебе, например. А у вас нету, у вас есть батутный парк в Марио? Да, но у нас есть батутный парк, но не в Марио. Ну, озвучь, куда? Батутный парк, как называется? Левел-ап. Во, видите, отличный выбор. Вот, Левел-ап, мы тебе их выбираем. Все, батутный парк. Все. Пообщайся с нашим редактором. Соня, мне бы очень хотелось, если бы ты Анну Владимировну спросила о, так скажем, технологии или этапах изготовления пейзажей, классического пейзажа. Мы с тихином, интересно рисуются. Как это делается? Сначала делается на бросок все-таки. И потом уже в мастерской художник. Вообще, сначала линии рисуются, если честно, горизонт, и первый план, а потом уже на бросок делается. Вот видите, какие специалисты у нас собрались. Давайте об этом поговорим. Там же все-таки подходы определенные, этапность есть. Ну, во-первых, сначала художник выбирает место, которое он хотел бы изобразить на своей работе. И это все очень индивидуально, да, выбор места? Конечно. Один художник выйдет так, другой так. Да, потом вот это утро, вечер. Вот сегодня утро такое, а завтра оно другое. Надо поймать момент, наверное. Да, то есть вот что именно тебя в этом утре, в этом пейзаже затронуло? Что бы ты хотел передать на своей работе? Сначала делается зарисовка, то есть компонуется на листе, что бы могло быть на работе именно такого формата. Затем, ну, это индивидуально, но чаще всего тонкой кисточкой художник на картоне или на холсте делает небольшой набросок уже того, что он хотел бы запечатлеть. И дальше начинается работа. Или это заливка красками, или это уже начинает краски смешиваться с белилами и быстро писать состояние природы. Часто художник для того, чтобы передать настроение, вот это впечатление, берет небольшой формат. А позже уже в мастерской после... Небольшой формат, то есть? Ну, для того, чтобы быстро запечатлеть настроение. Ну, формат А4, например. А4, все, ясно. А потом уже в мастерской пишет работу, если этюд удался, и он где-то доработал его, и, может быть, на это место пришел не один раз, он уже потом лучше работы выбирает и пишет у себя в мастерской вот такую вот картину, которая старается передать все впечатления, которые дало ему это место. То есть он как бы сначала берет просто конкретно небольшой листок, зарисовывает, чтобы успеть момент поймать. Потом он уже приходит, и вот я знаю, что натягивают холст, потом уже белилы достают, начинают основу гладить, потом вторую основу. Да, 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 все правильно. Это по слоям, это тяжело. Это, да, ну, здесь, как вам сказать, когда художник пишет, он не задумывается о слоях, ему важно передать то, что он видит. Вот, и поэтому для художников существует такое понятие, как пленэр. И у нас на Воснецовском пленэре… Тоже французское слово, естественно. Да, да, кто же художники… Я была на пленэре. Вот, видишь, ты уже знаешь, как художники пишут, как работают, ты знаешь, что такое природа, как правильно запечатлеть настроение природы, впечатление от природы. Вот, и на Воснецовском пленэре у нас художники тоже работают и пишут природу. Алина, ты что хочешь спросить? Вот, я была в Вятском выставочном художественном музее, и я там видела, что художники рисуют на формате А5. И? Ну, я просто не понимаю, как так можно на маленьком листочке сразу столько передать. Пририсовать. Так, для понимания, А5 это половина А4, да? Да. Половинка листочка. Ну, как маленький блокночек. В общем, ты была поражена, да? Да. Почему именно такой формат они выбрали, да, и как искусственно у них все получается. А мне знаете еще, о чем хочется спросить? Ну, все же мы живем в век гаджетов, да, всевозможность современной техники. А художники, рисующие на природе, используют ли они эти гаджеты? Например, вот он вышел, чтобы поймать момент, там, рассвета, вот лучик солнца пробивается. Сфотографировать. Вот такой щелк, и уже понес. И потом уже в мастерской. Вот интересно вообще. Мне кажется, вряд ли. Ну, почему? Современные технологии входят и в жизнь художников. Они тоже пользуются какими-то моментами, но не успевает он сделать все. Уже солнце взошло, а ему не удалось передать это состояние. Иногда, вот раньше я знаю, например, Виктор Георгиевич Харлов, народный художник, член Вятского регионального отделения Союза художников России, он раньше ловил моменты. Например, в деревне он выходил, и вот сегодня дождь, а завтра солнце. Так вот он специально, например, выжидал это дождливое состояние, чтобы закончить этюд. А сейчас многие художники, конечно, пользуются современными технологиями. Например, графический планшет, фродография. Ничто не чуждо современным живописцам. У нас остается немного времени для музыкальной паузы. Алина, мы хотим следующий вопрос. Вернее, наши слушатели очень хотят, чтобы ты озвучила. 211-101, напоминаю. В каком году была написана картина «Золотая осень» художник Поленов Василий Дмитрович? Василий Поленов, так. Ну, варианты-то дадим? Ну, догадаюсь. Давай, придумаем сейчас быстро. Наши слушатели догадаются. Догадаются? Да. Мне кажется, да. В каком году? Да. Я бы не догадался. За что цепляться-то хоть подскажите? Интернет-то есть. А, вы об этом опять? Интернет есть. Ладно, давайте сейчас устроим соревнование, кто оперативнее всех зайдет в интернет и будет искать, кто такой Василий Поленов, и смотреть его работы. Хорошо, 211-101. Так, дальше продолжаем. Про технологию, да, еще изготовление. Как долго может готовиться пейзаж? Он годами может дорабатываться, рисоваться? Художника не устраивает? Я вот знаю, что Рознецов, например, брал кисточки с собой, или кто там из художников, он ходил в музей, когда выставляли его картины, его специально проверяли сумку, есть там кисточки или нет, потому что он хотел все время дорисовать что-то, мазок какой-то поставить. Вот какие примеры из кисточков? Ну, это было и со многими работами художников, да, очень многие работы, есть такие примеры, когда художникам что-то не нравится, и они дорабатывают свои произведения. Мы знаем, Михаил Врубель дорабатывал свои произведения непосредственно уже на выставке. Репин приходил в музей, действительно, ему хотелось закончить то или иное произведение, переделать. Он подходит так, как кисточкой мажет, тихо, сейчас я дорисую быстро, стойте. Ну, знаете, ведь все в этом мире индивидуально, поэтому есть работы, которые художник переписывает. Мы все, допустим, он взрослеет, у него другой взгляд, у него другое понимание природы, и он смотрит, ему что-то хочется, ну, чуть-чуть переделать. Есть такие моменты, но есть моменты, когда художник представляет работу на своей персональной выставке или на всероссийской выставке, и все, он считает, что она закончена, что все, что он хотел передать в ней, красоту русской природы, он передал. Поэтому это очень индивидуально. Можно еще вопрос? Да. Вот у меня, когда я ходила в школу художественную, ну, как в школу, это были такие занятия, у меня был там учитель, очень хороший, и он мне в какой-то момент, я тоже рисовала пейзаж, и это тоже было на выставку в Москву, их должны были отправить, и я рисую елку, ну, вот такую, когда еще стоит жара летняя и елки, на них падает свет. И я рисую елку, а я же думаю, ну, зеленая елка, елка, елка. Ну, как все думают, наверное, что елки зеленые. Вот если вы подойдете, вы же не скажете, что она желтая там или белая елка, ну, когда просто лето или красная. Он мне говорит, все елки фиолетовые. И я просто говорю, ну что, фиолетовые елки? И в какой-то момент он просто берет мои краски и смешивает зеленый с фиолетовым. Причем фиолетового добавляет, ну, не жалеет, прям берет вот мой флакончик с зеленой краской и просто льет туда фиолетовый. Перемешивает и начинает зарисовывать мою елку. Все время повторяю эту фразу, все елки фиолетовые, все елки фиолетовые. Если ты еще раз нарисуешь мне этот зеленый треугольник, я просто вышвырну тебя с красками. Это особенность подхода, да? Да-да-да, это особенность подхода. Может, у кого-то ещё из художников есть такие, что все ёлки фиолетовые, или что все берёзы, они, я не знаю, там, белые, белые тоже, красные какие-то. А скажи, пожалуйста, тебе понравилась фиолетовая ёлка? Да. Вот художник, известный художник Леонардо да Винчи заметил, что всё, что находится вдали в природе, оно имеет холодные оттенки. Поэтому Лерс, он изображал тёмно-синим, например. То есть есть такие эффекты, перспективы природы на пленэре, когда цвет меняется. В нашем понимании ёлка зелёная. Но если мы выйдем и понаблюдаем всё это на природе, мы увидим, что там вообще множество оттенков. Что на закате ёлка может иметь и красные оттенки, потому что солнце, когда садится, оно освещает. Проникает в ёлку, да? Да, да, да. Я так полагаю, это физикой объясняется. Опять-таки, да. Уровень освещенности, уровень влажности воздуха, тень, свет, ветер, направление ветра. Тут очень много моментов. Потому что ёлка в разных странах может иметь разные оттенки. Да, безусловно. Так, давайте сейчас музыкальную паузу мы сделаем. Малин, представь, пожалуйста, композицию, которая сейчас у нас прозвучит. Ну, она же осенняя. Да, она осенняя. Почему ты именно её выбрала? Потому что она мне больше нравится. Она такая более... Тёплая, наверное. Более такая радостная. Радостная? Несмотря на то, что там про унылую какую-то пору поётся. Да. В общем, песня называется «Листья жёлтые. Мамы, папы, радуйтесь». Песня из вашего, в том числе, детства. С очень большой историей композиции. Один из авторов, там, Раймонд Паулс. Давайте мы немножко прервёмся. И да, напомним вопрос. Василий Поленов, его знаменитая работа «Золотая осень», в каком году она была создана? Алина, если позволишь, я всё-таки варианты дам. Хорошо? 211-101 номер нашего телефона. 1893-й, 1895-й, либо 1897-й. Есть верный ответ? Среди приведённых мной. Отлично, мы уходим на паузу. Звоните. Не пройдёт, казалось, лето. Не пройдёт, казалось, лето. А теперь... А теперь... Листья жёлтые над городом кружатся. С тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья жёлтые, скажите, что вам снится. Лист к окошку прилипает. Лист к окошку прилипает. Золотой, золотой. Осень землю осыпает. Осень землю осыпает красотой, красотой. Листья жёлтые над городом кружатся. С тихим шорохом нам под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Листья жёлтые, скажите, что вам снится. Слышите, тоже сугубый художественный подход, да? Обращение к листьям. Да, сейчас прозвучала небольшая композиция. К некому живому существу. Да, сейчас прозвучала небольшая композиция. Листья жёлтые, да? Музыкальные. Да. Вот. И у нас уже есть ответ на наш вопрос, который мы задавали перед как раз уходом на музыкальную паузу. Кто примет? Ну, давайте я. Алина, давай. Ты автор вопроса. Картина «Золотая осень» Василия Поленова. Год её создания. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Арина. Сколько тебе лет? Семь. Какой школе ты учишься? Арина, семь лет. Семь лет. Школа. Какая школа у тебя? Сурша-гимназия. У тебя есть ответ на вопрос? Да. Му-му? Одна тысяча. Тысяча восемьсот девяносто третий. Третий. Ура. Это правильный ответ. Отлично. Мы тебя поздравляем. Давай посмелее. Мы тебя поздравляем. Даже можем... Ты молодец, да. Похлопот. Самый юный слушатель пока что за это время, да? За сегодняшнюю программу. Да, за сегодняшнюю программу. За сегодняшнюю программу. Что ты хочешь получить? Нет, про склонности к рисованию. Ты рисуешь что-нибудь? Да. А что любишь рисовать? Ну, домашних животных, маму, папу, деревья. Что? Природу. Природу. Вот, молодец. Вполне возможно, что у Арины у нас известный пейзажист. В будущем. В будущем, да. Хорошо, определись с призом. Книги или приглашения? Книги или куда-то сходить? Куда-то сходить. Так. Алин, что у нас осталось из «Сходить»? У нас есть приглашение на двоих в Кота-кафе «Звуки», приглашение на двоих в кинотеатр «Дружба». А уже разыграли или еще есть? Нет, еще есть. Еще есть. Приглашение на двоих в выставочный зал Вятского художественного музея братьев Воснецовых. Дорога домой 0+. Алин, ну смотри, неплохой выбор. Либо кино, либо выставочный музей, выставка. Либо Кота-кафе. Либо Кота-кафе «Зоки». В кино. В кино. Хорошо. Хорошо, мы тебе отдаем эти билеты. Почащимся с нашими докторами. Не клади, пожалуйста, трубку. Ну что, выход Алины. Алина, ты ведь неспроста задавала сейчас вопрос про знаменитый пейзаж господина Полинова. Ты хочешь рассказать про эту картину? Ну, потому что это твоя любимая. Мы правильно понимаем? Да, это моя любимая картина. Я расскажу историю картины «Золотая осень». Собираясь купить усадьбу, художник специально искал живописное место, которое бы всегда радовало бы глаз. И такое место нашлось на берегу Океи. На картине мы наблюдаем спокойно осенний мотив. Золотая ось выполнена в желтых и зеленых тонах. На переднем плане картины художник изобразил лужайку, которая разделена тропинкой. По ближнему берегу реки растут деревья, покрытые зеленой и желтой осенней листвой. В центре картины изображена полноводная река Ака. На водной глади отражаются растения и небо. Небо голубое с белоснежными воздушными пушистыми облаками. Вдали, в правой части полотна, видна белая церковь с колокольней. На картинке нарисована нарядная, яркая, золотая, веселая осень. Это очень ярко ты описала ее. Ксерокопия репродукции у тебя тут как раз есть. Мы ее видим. Я еще спросил, она же не золотая, она черно-белая. Потому что картинка черно-белая. Монохромная. Да, отлично. Анна Владимировна, скажите, вот мы сейчас про местность Аку поговорили. Природа нашего края, нашего региона, она насколько воплощена именно в пейзажах? И кто эти художники? Ну, если мы будем говорить... Ну, я имею в виду уже о классиках, конечно. О классиках, конечно. Ну, мне хочется сказать о наших земляках. Конечно, природа нашего края, нашей земли вдохновила и Виктора Михайловича Васнецова, и Аполлинария Михайловича Васнецова. Ну, Васнецова, в первую очередь. Да, Васнецова. Иван Иванович Шишкин, наш земляк. Безусловно, все мы родом из детства. И красота той земли, на которой мы живем, находит отражение в нашем сердце, в нашей душе и воспитывает нас. И потом находит отголоски в дальнейшем нашем творчестве. Ну, и, конечно же, наш земляк, чье имя носит Вятское художественное училище, Аркадий Рулов, тоже писал пейзажи и пейзажи нашей земли. Ну, и, конечно же, те художники, которые приезжают к нам, работают в Кировской области, они восхищаются красотой места, связанных с родиной Васнецова, просто красотой нашей земли. Поэтому вот из классиков я назвала, а из современных художников мне хочется отметить членов Вятского регионального отделения Союз художников России. Это художников, которых уже нет живых, и Петр Савич Вершегоров, и Аркадий Колчанов, и те, которые живут и воспевают красоту. Сегодня это и Александр Веприков, и Николай Сейзотимович Поликарпов, и более молодое поколение Владимир Молин, и Андрей Широков. То есть очень много художников, которые именно обращаются к жанру пейзажа. — А вообще, насколько активно именно приезжие художники, которые не привязаны, например, ко времени, когда проходит Воснецовский пленар, вы наверняка работаете круглый год с такими творцами? — А можно вам вопросить? — Воснецовский пленар — это в Рябово, да? — Он изначально планировался в Рябово, а сейчас он связан с местами жизни и деятельности художников Воснецовых. В последние годы он обосновался в Ржуме. — В Ржумском районе, потому что именно там родился Виктор Михайлович. — Да, в селе Лапьял. — Да, в селе Лапьял. А Полинарий уже родился как раз в Рябово. — В Рябово, да. — Поэтому такая у нас география. — Давайте поговорим еще. Мы только лишь одну картину, а у нас еще репродукция. Это календарь или что там? — Это календарь с работами художников Вятского регионального отделения. Это и Николай на обороте, который ближе к тебе, работа художника. — Вот эта, да? — Да, да, да. Очень известного. Здесь как раз отражается такое время. — Когда еще стоит листва на деревьях. — Вот это мы имеем в виду все-таки? — Нет, вот на обороте, когда со снегом уже. — Со снегом, да. Когда выпал первый... — Сань, поверни, пожалуйста, со снегом. — Я показываю с зрителем даже. — В кадр хочешь? — И там еще стоит красная рябина. Вот такое вот очень состояние природы. Красивое, пограничное состояние природы. — Ну, это примерно стык октября и ноября такой вот. — Да, да. И вот как раз мы с вами видим Десятьзаречный парк и всеми нами любимую Слободу Дымково, где родилась дымковская игрушка. — Это работа какого года? — Это работа 70-х, 80-х годов. Художник Пименов. Такое состояние природы ему очень тонко удалось передать. — Как много рябины. — Ярких пятен надо было добавить, потому что... — Яркие пятна, вот эти краски, да. — Да, на первом плане, да. — Они приковывают к себе. — В картину надо войти. Вот как раз мы с вами видим, что то, что ближе к нам, это ярче и более прописано. А то, что дальше, дано достаточно условно. — Ну, потому что если это закрыть, ну вот вы подойдете, вам будет интересно смотреть на белые пятна? — Ну, конечно, да, соглашусь с тобой, что менее интересна будет эта картина уже, да. А вот именно рябина красная, она, да, действительно придает такую... — Ну да, в Заречном парке очень много рябины. Я там на прошлых выходных была. — Рисовала или просто прогуливалась? — Просто мы с папой, с мамой гуляли, там столько рябин, прямо гроздь им видят, такими красно-оранжевыми бусами большими. — Насыщенными такими, да? — Рябина относится к тем ягодам, рябины — это ягоды, да ведь? — Да. — Которыми хорошо любоваться, а вот на вкус, конечно... — Почему? Я люблю рябину. — И варенье из рябины. — Да. — Ну, хорошо, не буду спорить, потому что, ну да, видимо, личное дело каждого, хорошо. Давайте зададим следующий вопрос. Алина, как у тебя с вопросами еще? — У меня все, да. У меня все. — У нас Анна Владимировна успеет вопросы задать. У вас ведь тоже есть подготовленный вопрос слушателям? — Я думаю, что очень интересный вопрос у Алины, да, она. — Давай. Внимание, ребят, 211-101. — Назовите русского живописца мастера морского пейзажа. — Это снова вопрос на внимательность. Эта фамилия у нас уже звучала. — Да, выберите какую-нибудь. — Не так давно. 211-101. Вот как раз сейчас ребята будут нам звонить и выигрывать приз. Может быть, не называя этого художника, мы немножко об особенностях его творения поговорим. Мы ведь все прекрасно понимаем, о ком идет речь, да? — Да, конечно. Ну, вообще... — Марина. — Да, это очень плодотворный художник. Он очень любил работать в Крыму. И к его творчеству приписывает около пяти, иногда даже около шести тысяч произведений. У него была великолепная память. Он быстро делал зарисовки и картину мог написать по памяти и представлению. И удавалось ему передать и глубину моря. И даже он передавал, ну, скажем так, состояние, когда море волнуется, когда идет шторм на море. — Брызги, темнота. — Алина, а вот как ты думаешь, почему, не называя, опять же, фамилию, мы ждем ответа от ребят, почему вот именно он море любил, тысячи и тысячи работ создал прямо? — Ну, потому что... — Не называй только, да? — Да, это... Ну, ладно, я знаю. — Как ты думаешь, почему... — Этот человек... — Этот человек очень любил море. Он постоянно его рисовал везде. Я думаю, что ему нравится именно море. Потому что оно более такое теплое, более нежное. Но я просто не понимаю, почему он рисовал его в более темных тонах. — Я могу попробовать, конечно, на этот вопрос. — Ну, давай поразмышляем. — Море — это такая бесграничная просто палита для рисования. Оно всегда разное. Например, все же выходят, когда вот купаются в море, да, ездят, например, на отпуск. Вот одно... — В один день море, например, просто, ну, какое-то, не знаю, невозможно прозрачное. Такое светлое, голубая лагуна. А вот на следующий день оно уже темное, синее, просто с зеленым. Там, не знаю, какие-то волны, которые можно только на доске погорить. Вот. — Ну, и понятное дело, если смотреть обычно просто на море, оно красивое, да, оно прозрачное. Но вот оно просто... Там хорошо рисовать, например, камешки, рыбок, я не знаю, там... — То, что внутри, как бы, а именно шторм — это просто бесконечная палитра, потому что она везде разная. Например, вот есть в шторме, например, кусочек, который тоже сохраняет свою прозрачность. А, например, в другом месте он очень темный, темно-синий, почти что черный. Там облака сгущаются тоже разного цвета облака. Там кораблики или люди какие-то. Но это... Это намного больше движения и насыщенности. — Я абсолютно согласен с тобой и с тем, что ранее Алина сказала. Потому что, смотрите, в русском языке, как много слов, когда мы говорим о море, и мы говорим как о человеке, да? Ведь мы не зря говорим, там, море волнуется, да? — Да. Раз. — Море шепчет, там, что-то вот как... — Нашептывает. — Да, нашептывает. Потому что море и океан — это живой организм, да? И вот его состояние, оно многолико, многообразно. И мы так полагаем, что вот этот художник, имя которого сейчас должен нам дозвонившись преподнести, озвучить, да. Вот он, видимо, четко, очень тонко подмечал, да, вот разные его состояния, и столько вот работ у него родилось. — Ну, безусловно, ему можно позавидовать, что он именно в Крыму это все делал. — Да, ему повезло. — Где лето подольше. — Где море есть. — Зима не такая. — Все всплакнули, погрустили, да? — 211-101. Назовите, пожалуйста, дозвонитесь фамилию нашего знаменитого живописца. — А вот у нас тут еще одна, кстати, картина. Еще одна картина вот такая семья с деревьями. Рощица березовая. — С уже практически облетевшей листвой, какие-то там отдельные... — Фиолетовые елки. — Да, да, да. А вот давайте... — Это чья работа? — Это работа члена Вятского регионального отделения Советских художников России Петра Савича Вершегорова. К сожалению, нет в живых. Но он очень тонко чувствовал природу, он был великолепным колористом. И то, что он писал, всегда радовало людей, вот находило отклик в их сердцах. — Угу. — У нас звонок? — Есть звонок? — Давай, Алина, принимай. — Привет. — Привет. — Как тебя зовут? — Миша. — Это Миша Литон, наш ведущий. — Да-да-да. — Да, Миша? — Угу. — Да. Привет. Доброе утро тебе. — Угу. А сколько тебе лет? — Неожиданно! — Неожиданно! — Миша, пожалуйста, ответь. Сколько тебе лет? — Мы как-то все забываем тебя спросить. — 11. — 11. Хорошо. — Серьезно? — Миша, расскажи для начала, перед тем, как ответить на вопрос, у тебя есть талант в изображении природы? — Нет. — Нет? — Нет. Зато честно. — Зато честно. Ну, думаем, что с ответом ты не промахнешься, да? — Отвечай. — Отвечай. — Отвечай. Фамилию художника. — Айвазовский. — Ну, конечно, Айвазовский. — Вокруг да около все ходим. Это действительно Вайзовский. Эта фамилия уже звучала. — Ты что хочешь? Книжку или приглашение? — Знаменитые картины. Какой там? Девятый вал. Девятый вал, да. — А ты что, книжку хочешь или приглашение? — Книжку. — Книжку? — А какую ты хочешь? — Давай вот энциклопедию у нас про самолеты. — Да подождите, пусть выберите. — Про самолеты я советую. — Есть крыльковые машины. — Вот Миша сказал про самолеты. — Это как «Куда улетают самолеты», да, я думаю? — Ну, мне кажется, это больше такая девчачья книга. — Девчачья? — Да я не знаю. Как-то она странно называется. — Миш, ты прости, что я тебе ее так навязываю. — Да ничего, сразу. — Ничего? — Я прочитаю предусловие, и мы тебе ее пореклили. — Да Миша уже все определился, да? — Да-да-да. — Про самолеты. — Куда улетают самолеты. — Все, Миш, не клади, пожалуйста, трубку нашему редактору. Мы тебя передаем. Остается буквально еще несколько минут до конца программы «Открывашка». Я так хочу уже такой под итог подводить. — Это про мальчика, это нормально все. — Нормально. — Под итог подводить. Давайте основные моменты еще проговорим. То есть мы узнали, как переводится с французского слова «пейзаж». Мы узнали сегодня про основные этапы создания этих картин. Сегодня упомянули самых известных художников. А, кстати, Анна Владимировна, сейчас художники, пейзажисты, которые в перспективе могут стать такими известными наряду с известными живописцами 19 века. Это же все продолжается, собственно, да? — Время... — Может быть, перечислим в настоящее время таких общепризнанных уже именно пейзажистов? — Есть какие-нибудь на примете? — Да. — На кого равняются? — Ну, конечно, есть на кого равняется. Но время ведь вносит коррективы. — Или обычно все это уже оценивается уже после того? — По прошествии, да. Конечно, сейчас очень много художников, которые получили очень хорошую школу живописи. И сейчас они работают во многих уголках нашей страны. Надо вам сказать, что пейзаж наряду с портретом, наверное, один из самых популярных жанров сейчас. — Я вот портреты люблю. Пейзажи чисто не мое, но портреты я больше люблю. — Ну, а есть художники, которые любят только пейзажи и работают в этом жанре. — Ну, да, это дело самого человека. — Да, мы знаем, например, художника Андреяко, который работает в жанре пейзажа и пишет акварельными красками большие пейзажи, картины. Художник очень популярный. Его творчество очень хорошо знакомо и детям, и взрослым. Один, наверное, из самых популярных художников-пейзажистов. У нас был художник, который номинирован на премию Васнецовых в номинации «Вдохновение». Это художник Алексей Ромашко, который великолепно пишет пейзажи, отражая местность, скажем так, любую местность. Это «Север», «Юг». Он великолепные пейзажи написал и у нас в Кировской области. Я еще хочу сказать, что достаточно много художников-пейзажистов. — И как специалист, пожалуйста, прошу вас подсказку такую сделать. Помню о том, что нас слушают семьями и дети, и родители. Вот если родители замечают, что их ребенок, сын или дочь очень любят как раз изображать эти моменты природы, и вроде как по их непрофессиональной оценке хорошо получается, что делать? Надо ли развивать? Надо ли подталкивать как-то чадо свое? — Меня подталкивали. — Подталкивали? Ну, безуспешно, что ли? — Не, почему? — Нормально? — Нормально. — Все хорошо. — Нет, я считаю, что детей... — Вот что делать? — Я хочу сказать, вам к нам. — Вам к нам. — У нас работает музейный центр, где мы работаем с ребятками, учим их смотреть на жизнь широко открытыми глазами и отражать то, что видят дети на бумаге, красками, карандашами, пастелью. У нас работает музейный центр. И мы на примерах, на картинах, которые находятся в нашем художественном музее, мы учим детей рисовать. Но надо вам сказать, что в последнее время таких центров достаточно много. Это и детская художественная школа, и различные студии. Поэтому я считаю, что, конечно, если у детей есть наклонности какие-то к рисованию, их надо развивать. Вообще хочу привести пример, как делают в Японии. Они учат детей рисовать. И они говорят о том, что даже если ребенок не станет художником, но если он каждый вот там просто рисование на протяжении всего учебного процесса в школе, если он уйдет из школы и уйдет даже, будет работать условно с лесарем на заводе, то вот любовь к прекрасному, чувство эстетики, заложенное на уроках рисования, не позволит ему создать плохую деталь. Поэтому надо учить детей рисовать. Надо развивать в них талант. Будешь хорошо рисовать, будет хорошая фантазия, научишься хорошо воплощать это все на холсте, на бумаге. На холсте тяжело. Давайте на бумаге смотреть. Плохим человеком не станешь. Будешь человеком хорошим. К сожалению, наша программа подходит к концу. У нас минутка еще есть. Незаданные вопросы, возможно, Алина еще. Я думаю, что слушателям-то мы как раз уже не успеем в течение минутки. Давай в завершение уже беседы с Анной Владимировной, может, какой-то интересный момент тебе хочется выяснить? Вот мне просто интересно, у вас какая любимая работа в вашем музее? А, спасибо за этот вопрос, да. Мне очень нравится творчество Исаака Ильича Левитана, те настроения, которые он передает в своих работах, и незаконченная картина поля в нашем художественном музее одна из самых любимых. Вот так вот. Ну что, я думаю, что сегодня очень познавательно мы пообщались. Много чего узнали. Да, много чего узнали. Ну, еще раз хотелось бы, конечно, акцентировать внимание уже ваш, ваши родители, внимание. Если вы видите действительно, что ваш ребенок, ваши дети, хорошо у них получается изображать природу, то это говорит об одном, что надо развиваться и надо учиться, безусловно. Кто знает, когда-нибудь это все выльется в огромную, успешную такую карьеру живописца, да, пейзажиста. Ну, а между тем, да, время наше истекает. Да. Очень было приятно со всеми пообщаться, да? Да. Вот. К сожалению, наша программа подходит к концу. Да все уже, все. Давайте прощаться. Софья Занько, Алина Синкина, Владимир Сметанин. И Анна Шакина. Анна Шакина, да. Всем до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». «Открывашка». Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Егорова